друзья всем привет есть такая особенность на автомобилях nissan в частности на x-trail причем и предыдущих поколений последнего поколения это завышенные обороты вариатора при низкой температуре с бортом вот сейчас показывает минус 17 едем и оборот у нас завышенный причем это режим эко еще включен то здесь плен тысячи оборотов машина держит ну это конечно довольно таки приличные обороты при том что раньше где-то в таком режиме на такой скорости где-то было в районе 1000 1200 оборотов конечно это скажется и на ресурсе мотора и на расходе топлива конечно хотя вот вот это вот бортовой компьютер показывает что расход не такой большой не обращает внимание на дикие цифры 16 6 литров здесь просто тупо считает бортовой компьютер средний расход он учитывает время прогрева причем так конкретно учитывать его конечно с каким-то коэффициентом не так кажется ну вот здесь они просто тупо берут то что время стоишь и как ну короче что-то мне не нравится как он считает неправильно мне кажется ну это уже отдельная история это надо над этим думать вот причем холостые обороты нормальные вот сейчас я попробую отключить режим эко все стоит на драйве то то есть не какая-то у меня пониженная передача то есть именно все как полагается вот сейчас поедем нет сейчас все-таки включен режим эко значит до этого был выключен режим эко сейчас режим эко включен снова и вот он показывает чем больше вот это вот зелененькая полосочка тем как более экономично мы едем вот ну при этом он достаточно высокие обороты те что я думаю опять же неправильно да то есть скорее всего вот это вот шкала до которая пока страна чистых педаль газа привязана и и как бы исходит вот сейчас я тогда я ехал первый раз так скажем я с утра машину завел прогрел минут десять и поехал вот сейчас я еду уже машинами теплая конечно но это уже вторая поездка за день я еду домой и уже такой проблемы нету то есть автомобиль тоже был холодный но видимо не настолько холодных да то есть где-то может быть движок был в минус 5 градусов вот вариатор тоже там от него нагрелся и сейчас этой проблемы нет то есть короче говоря что как решить эту проблему нужно просто пользоваться автозапуском вот после автозапуска машину заглушите заведете снова и все такой проблем больше не будет вот так что вот так вот всем удачи на дорогах всем пока